Подобрал по пути друг попутчиков, это Мэтт и Марго. Бонжу! Взять! Вон туда, пешком, 159. Все, я сделаю. Hola, amigos! Новый день, новая серия, у меня отличное настроение. Сегодня я с утра разрешил себе немножко побатониться. Выехал из отеля аж в 10.30 утра, хотя встал в 7. Сейчас, в общем, нахожусь в Медельине. Решил, что я, скорее всего, исключу его из-за... Да, хватит болтать, я понял, дай мне поговорить. Что я, скорее всего, исключу его из-за программы, потому что, во-первых, до него очень долго добираться, если ты едешь на машине. Если у тебя есть внутренний перерод, конечно, это быстро. Вот, но, в принципе, я пока не увидел здесь ничего такого, чтобы заставило меня сюда приехать, прям вот специально ехать сюда. С другого конца земли. Ну, как бы, город как город. Несмотря на все, что я читал про Колумбию, достаточно все тихо, спокойно. То есть, вчера ночью как бы гулял по парку один. Вообще не было никаких проблем. Даже не было никаких намеков на проблемы. То есть, там, Максимум, ко мне один раз попрошайка подходил, просил, чтобы я его пивом угостил. Но я ему сказал, нет, он как бы быстро ушел. То есть, ничего такого. Вот, значит, выезжаю с Медельина. Что хочу сказать про дороги к Колумбии? В целом, трассы... Покрытие по трассам достаточно хорошее. Единственное, что почти все дороги однополосные. Рядь когда бывают две полосы в одну сторону. Это, конечно, большой минус. Потому что вот такие грузовики едут очень медленно. И ты тащишься за ним, потому что не можешь обогнать. Везде двойная сплошная по серпантину. Везде все обгоняют через двойную сплошную. Что касается городов, то в городах дороги в целом не очень хорошие. То есть, не то, что средненькие. Я бы сказал, не очень хорошие. Друзья, вот хочу показать вам, как живут в маленьких городах в Колумбии. Это какой-то маленький городок, который я просто проезжаю мимо. Никакой ценности себе не представляет. Вот такие вот домики. Кирпичные. Вот тут даже река есть. Наверное, река Святой Марии Годелупской какой-нибудь. Что-нибудь из этой серии они же любят всякие такие штуки. Так как вы смотрите запись с видеорегистратора. Надеюсь, это запись не аварий, там, убийств, разрушений. А просто путешественника. Записки путешественника. Короче, навигаторы, как обычно, знают путь в коротких дорогах. Вот так вот я на такую дорогу выехал. Ничего хорошего она не предвещает. Обычно такие дороги заканчиваются тупиком. Возле какой-нибудь Фазенды. В общем, я еду по этой дороге уже, наверное, минут сорок. Дорога так себе, скажем. В некоторых местах машина даже буксовала, не могла подняться, потому что горка была слишком крутая. Ну и вы сами понимаете, что от джипа здесь только клиренс. Мощности ей вообще не хватает, даже несмотря на то, что она на механике. Но зато здесь вот я уже переехал горный хребет. Ну, вот перевал. Здесь открывается вот потрясающий вид на плантации какие-то. Все, я выехал. Я проехал 25 километров по этой дороге. Под конец уже стало местами лучше. Вот иногда вот такие вот подались участки. Но все равно в целом это пипец как было непросто, потому что местами дорога была настолько плохая, что я реально думал, что я здесь не проеду. Выглядит со стороны. Сейчас мы к ней подъедем близко. И пойдем наверх. Наверх это 625 ступенек. Фиг знает какой это этаж, но мне кажется, это очень высоко. Ну что, друзья, подвиг достойный героя. Вон туда пешком. За секунд, сколько времени меня это займет. Но я думаю, это будет пиздец. Простите меня за мой испанский. Но я думаю, именно так и будет. Поднялся чуть больше, чем на 200 ступенек. Уже никакой. Если примерно по 14 ступенек этаж, то это фигня 47 этажей. Я просто точил, там всего 659 ступенек. Хорошее место, чтобы качать тикры. Когда вы едете, вам надо поднимать свое тело не коленом, то есть не разгибать ногу, а делать только носком. Тогда вы будете качать тикры. Играет музыка. Играет музыка. 56, 57, 58, 59, все, я сделал, 59 ступенек, смотрим виды. Сок на вершине стоит 120 рублей, это же грабеж просто. Как Вимбельдан, вкусный. Приехали мы на обед, подобрал по пути двух попутчиков, это Мэтт и Марго, они из Франции, с севера Франции. Вот у нас сейчас небольшой обед, он же ужин. Едем в Манизалис, там будем тусить, вместе все селе ехать. Сейчас разговариваем все подряд, так что приятного аппетита. Увидимся позже. Много бедей! Сегодня я остановился на ночь в эко-отеле. Эко-отель это типа деревянский отель. В принципе все удобства есть, вот такой вот домик, кроватка, окно с потрясающим видом. Завтра с потрясаю вам покажу, там вообще должно быть зашебенно. Ну тут телевизор, шкафчик с одеяльцами, небольшая раковина, ванна, туалет. Душ есть. Вот такая вот штука, стоит порядка 15-20 долларов, в зависимости от условий. Это с завтраком, мне все нравится. Так вот... Субтитры сделал DimaTorzok